Всем привет! Сейчас что-нибудь покажется правильно и мы начнем. Как настроение? ССО. Да, это, наверное, самая правильная формулировка. Пока у нас техническая пауза. Наверное, пару слов расскажу, почему вообще я эту тему решил обозначить. Так получилось, что последние лет 10, переходя из разных проектов, я на разы 4 или 5 создавал различного рода системы ССО или их внедрял. И каждый раз оказывалось, что это какой-то кусок важный всей системы, всего решения, продукта, будь то SaaS-сервис, массовая история или какие-то on-premise решения. И каждый раз это было что-то новое. То есть были какие-то общие вещи, но в целом даже какие-то стандартные решения, коих много, я про них расскажу, при неправильном применении или в каких-то специфических ситуациях требовали создания абсолютно новых специфических решений, идей. И сегодня мы об этом поговорим. Собственно, да, я не представился, зовут меня Илья Малынкин, я сейчас технический директор МТТ. Ну и в общем-то начнем мы с теории. Что вообще такое? Здесь такая примитивная формулировка из Википедии, но она дает главную мысль. То есть это технология для единого входа. И изначально она была признана решить две фундаментальные задачи или проблемы. Первое – это упрощение жизни, то есть чтобы людям не надо было несколько раз при переходе со страницы на страницу, потом с сервиса на сервис, каждый раз вспоминать свой пароль, вводить его. Но позднее еще с какими-то вторыми, третьими, четвертыми факторами это было неудобно. С другой стороны, это еще повышало риски утечек с точки зрения безопасности. Ну и в общем появилась идея того, что надо бы как тут проблему решить. И появилась такая концепция, как FIM. То есть Fairerated Identity Management, то есть некоторая распределенная система, которая позволяет передавать без прямой реавторизации пользователя информацию о нем через токены или какие-то другие инструменты и его узнавать в других системах. Рядом с ней всегда бок о бок стояло тоже SSO, но только same sign-on. Это немножко другая тема, которая отличается от FIM тем, что в ней нет непрерывности сессии. То есть это как бы ты одним и тем же набором своих данных, типа логинов и пароль, например, сохраненных в пассворд-менеджере за счет некоторого мастер-пароля можешь, не вспоминая их, переводить и авторизовываться в сторонних системах. При этом сессия, естественно, не сохраняется, потому что она там by default за пределами находится. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы. То есть говорят, что, ну и не говорят, реально такая проблема есть. Если у тебя один общий аккаунт, через него ты входишь всюду, то это такое приятное место для злоумышленников взломать, узнать этот пароль и получить доступ ко всему. Здесь такое есть, это проблема. Поэтому, как мы позднее увидим, системы ССО развивались в сторону добавления факторов, ловли фродов, защиты каких-то элементов наиболее уязвимых. Но с точки зрения именно federated identity management, там внутри есть несколько таких вот узких решений. Одно из них, которое, наверное, вам наиболее широко известно, это протокол АУ-2, ну или который сейчас современная версия, это когда вы нажимаете кнопку войти через Google, это вот примерно оно. И более такая корректная и безопасная версия, как у IDC, OpenID, который сейчас, наверное, ну как стандарт де-факто, в котором все пошли. Есть еще более корпоративная история, SAML, то есть которая позволяет состыковать с корпоративным директором, она тоже входит в часть под названием уже single sign-on, то есть модели, которая позволяет сохранять сессии, переходить между сервисами, не производя фактическую реавторизацию и, в общем-то, решать там основную проблему. Ну, собственно, где это используется? В большинстве литературы вы встретите два основных кейса, больших. Первый, из которого по большому счету вся история ССО началась, это Enterprise, крупный бизнес, крупные компании, которым нужно было обеспечить и контроль, и единообразие входа в различные корпоративные системы. То есть это рынок Business to Enterprise, в котором первая же фундаментальная часть любой системы авторизации, это директория некоторых, список пользователей с их креденшалсами и то, что позволяет делать авторизацию в разных системах, используя некоторый общий сервис. Сейчас их великое множество, то есть есть как бы такие олдскульные вещи типа LDAP, AD и так далее, и NTLM, которые там уже не очень живые, так и совсем прогрессивные, которые используют облачные варианты, типа Google Cloud Identity, очень модная история за рубежом, да и у нас до недавнего времени многие пользовались. И второй большой кусок, это уже B2C, который у нас с левой стороны. Ну это вот то, чем пользуется большинство в плане войти через Google, переавторизоваться через какие-то сторонные сервисы, через OpenID, технологически через какой-то токен JVT. Это массовое использование, практически, наверное, сейчас не встретить ни одного сервиса, где бы что-то подобное не было реализовано, потому что как-то надо контролировать, кто входит. Но, на мой взгляд, из практики есть еще третья часть, в которую, как правило, смотрят редко. И в ней находится много очень-очень интересных технологий и решений, которые позволяют посмотреть на вопрос единого опыта в плане авторизации с другой совершенно стороны. Это история про сеть. У каждого, я думаю, из здесь сидящих есть свой телефон. Я надеюсь, что там 99,9% у него есть какая-то авторизация на входе, как правило, биометрическая, по лицу, по отпечатку пальцев, по жесту. И этой авторизации доверяют даже банки. По сути, она говорит о том, что ты вошел в это устройство, а дальше есть в нем сим-карта, сетевой адрес, и сообщения, которые из него идут, они уже с вами сопоставлены. Есть целый ряд технологий, которые на уровне сети это обеспечивают уже исторически, с точки зрения схемы работы. Наиболее из часто, наверное, встречаемых, особенно в корпоративном блоке, это протокол из стандарта IEI 802.1.x. Когда вы, например, в Wi-Fi входите, вас спрашивают логин, пароль, который потом к Active Directory обращается. Все это персональный доступ. Есть широкая история над темой, которую международная ассоциация WBA реализовывает, это называемый Open Rowing, который примерно то же самое делает, только в масштабе всего мира. То есть можно переходить между различными Wi-Fi сетями и используя, по сути, некоторую распределенную сеть. Мне довелось тоже немножко сделать вклад в эту историю. Я про это отдельно расскажу. Есть такая технология, называемая RTDM, Real-Time Data Matching. Ее идея в том, чтобы на уровне выданного IP-адреса, MAC-адреса, то есть физических идентификаторов устройства, иметь их возможность прокидывать на уровень сервисов и таким образом узнавать там пользователей. Операторы связи создали свой стандарт сотовый, называемый Mobile ID, который примерно то же самое делает, только на уровне сотовой сети. То есть это используя идентификатор сим-карты, который уже у вас есть, а имея телефон, а вот в сочетании. Ну и соответствующие этим возможностям технологии, такие как протоколы радиуса, диаметр, change of authorization и тому подобные вещи. Вернемся чуть назад в плане теории, из чего вообще состоит решение SSO. Здесь они все есть разные, их много на рынке, действительно огромное количество. В основном они сейчас имеют 8 компонентов. Первый из которых некоторые визуальные представления. Оно может быть как на уровне какого-то приложения, так и на уровне веб-портала. Потому что как-то надо с этим взаимодействовать, куда-то надо вводить данные, хотя бы когда ты первый раз в эту историю входишь. Как я уже вначале сказал, эта штука имеет ряд проблем с точки зрения безопасности. Если не используют дополнительные факторы, особенно для таких финансовых приложений, это важно. Поэтому сейчас, наверное, 100% существующих решений имеют дополнительные методы мультифакторной авторизации. То есть там может быть доп. пароль, OTP токен, биометрия, все что угодно. Даже сейчас есть такие варианты, когда паттерн активности, то есть условно, как вы пальцем вводите по экрану, уже даже это дает понимание о том, насколько тот человек, который должен сейчас быть, это вот он и есть. И уже как фактор воспринимается. Это, собственно, пересекается. Это вообще, этот метод вышел из четвертого пункта. Это касающийся анализа контекста, в котором человек производит авторизацию. Ну, самый простой пример. Можно понять сервера, где вы находитесь. То есть словно там дома, на работе. Можно разные профили навешивать, разный доступ давать. И в том числе вылавливать места, где вам нужно ограничить доступ. Ну, естественно, нужна какая-то база пользователей. Нужно как-то иметь возможность все эти штуки встраивать в свои приложения, в свои сервисы с хорошей документацией. Нужно обязательно иметь возможность управлять ролями, ролями и правами. То есть куда, собственно, можно ходить, куда нельзя, какого класса есть пользователи. Ну, и некоторые инструменты для администрирования, аудита всего этого безобразия. Значит, по данным Гартнера я вот поднял информацию. Это, к сожалению, прошлогодняя история. За 22-й год не знаю. Лидером вот среди таких готовых коробочных решений является компания Okta, западная. Очень мустрозную они штуку сделали практически на все случаи жизни. Но она, как и многие другие, не очень смотрит в сторону сети. Поэтому я сегодня про это буду много говорить. Есть специфическая область. И, собственно, я и сам с понятием ССО первый раз столкнулся, решая задачу авторизации в Wi-Fi Московского метрополитена. Был у меня такой период в жизни достаточно большой. И когда этот проект создавали, вот это был, по-моему, декабрь 2013 года, примерно старт вообще строительства и первые пилоты данного проекта, ССО вообще не было. То есть и авторизации не было. То есть был период, когда можно было входить в сеть без рекламы, без всего, просто ходить и пользоваться. Работал с переменным успехом, но работало. Потом произошли радикальные изменения у нас в стране и появились требования об обязательной идентификации. И, собственно, нужно было на коленке собрать решение, которое бы просто удовлетворяло требования. Тогда никаких там сингл-сайно, никаких дополнительных сервисов, поверх речи не шло. Это было очень кондовое решение, где был там фри-радиус и портал на ПХП, который весело и радостно пытались взломать все, кому не лень. Ну и это было несложно, потому что там никаких особых механизмов защиты не было. Но уже буквально через несколько месяцев после того, как базовую авторизацию мы запилили, возникла уже вполне себе утилитарная задача о том, а как на этом зарабатывать. Появился портал, появилась реклама. И нужно было прокидывать информацию о пользователе туда. И это уже первый момент, когда мы задумались о том, что нужно сделать некоторые решения сингл-сайн-он. И поскольку опыта огромного в создании и желания создавать что-то новое на тот момент у нас не было, мы пошли по пути поиска рынку, кто что делает. И нашли, набрели на прекрасное решение компании ForgeRock. Они сейчас существуют. На тот момент его использовала компания МТС для доступа в свой личный кабинет. И, собственно, его начали внедрять. Но, к сожалению, мы его внедрили. Потом практически год, наверное, мучились, пытаясь его оттюнить, поменять конфигурацию, как-то поднимать падения, которые возникали. Ушли в сторону разработки собственной платформы. Почему? Было несколько фундаментальных специфик, которые мы не учли и которые не учел, собственно, наш подрядчик, который нам помогал это делать. Во-первых, у конкретно нашего кейса была уникальная особенность. Уникальная особенность в том, что вот сама по себе, сам по себе образ жизни наш, ну, на тот момент времени, тогда еще не было пандемии, глобальной удаленки, все ходили на работу, и с работы как по часам. Можно было сверять время по графикам нагрузки на порталах авторизации. Повторялся вот каждый день, каждый рабочий день с точностью до минуты, чуть ли не до секунды. И он был очень резким. То есть за несколько минут авторизацию в Wi-Fi сети проходил миллион человек. Это было очень резко, и система этого не могла переварить, потому что в остальное время при этом нагрузка там была, как бы они сидели, что-то делали, но на авторизацию куча народа не приходила. И это заваливало. Заваливало, что мы не делали. На уровне очередей, на входе, на уровне базы данных. В общем, все, что только можно. Второй фактор, который срабатывал, то, что Wi-Fi подключает все, кому не лень. То есть это такой вот достаточно универсальный стандарт, что мы, когда делали срез по тому, какие вообще разные устройства там есть, видели просто самую экзотику, которую мы даже не знали, что в природе существует. То есть входили с электронных книжек, чуть ли не с чайников Wi-Fi. И, естественно, у всех разные возможности, разные ограничения с точки зрения встроенных браузеров, механизмов там. А китайцы так вообще, они там один маг на 50 тысяч устройств могут навесить. Это совсем отдельная головная боль. И система к этому вообще была не готова. И мы посмотрели, не было решения, которое умело это как-то переваривать. Ну и, наконец, последняя часть, которая, наверное, вот окончательный гвоздь вообще забила в пыльшку гроба стандартных решений, это то, что мы все-таки пошли по уникальной модели. Нам надо было показывать рекламу. Это была основная модель монетизации. А на рекламном рынке работают достаточно жесткие правила по времени отклика систем. То есть нужно узнавать, кому что показывать, очень быстро. То есть там 100 миллисекунд, и все, до свидания. Не успел, значит, человек ушел, он не увидел, проказ не засчитали, денег-то не получил, и все остальное. И там какие-то небольшие задержки, они выливались в огромные суммы, изменения. Поэтому мы пошли строить свое решение. Это архитектура 2016 года, потом ее еще несколько раз переделывали, но основной принцип здесь, я думаю, будет понятен. Значит, главное, что часть, которая есть большое значение, имеет этот кусочек. Потому что все остальное более-менее стандартно. То есть мы переписали, вот фуржок написан на Jive, мы переписали практически все на микросервисы в Go. На тот момент мы собрали на самую топовую гошную команду, потому что это прямо идеальный язык, который подходил под нашу задачу. Использовали шину данных, NADS здесь, она вот прямо в authorization engine внутри. Но самое главное, чего мы туда встроили, это достаточно мощный движок по сопоставлению. Потому что нам нужно было, во-первых, очень четко определять, по какому сценарию пользователи авторизовывают в зависимости от ограничения его устройства. И все-таки, кто он есть. То есть определять его профиль быстро, прямо вот за несколько миллисекунд. А у нас была специфика. Мы о том, что человек будет смотреть рекламу, узнавали сильно заранее. То есть в тот момент, когда он только ассоциировался, он начинал открываться портал, мы уже знаем, что это, кто это, потому что его макадрис понятен, можно сопоставить по данным и поднять профиль наверх и отдать уже в рекламную систему, заготовить. И вот эта вся специфика, она вылилась в создание абсолютно ну такого отдельно стоящего нового решения, которое, собственно, позволило решить задачу. То есть мы перестали у нас… Ну, характеристики примерно такие получились. На 10% вырос трафик просто. Ну, если понять, плюс 100 тысяч человек резко получили возможность. Даже на тот момент нам плюс 200 тысяч. Получили возможность нормально проходить. На 30% снизилось количество обращений, потому что мы стали покрывать узконаправленные кейсы тех устройств, которые не проходили по стандарту. Ну и, собственно, про деньги говорить не буду, там тоже очень хорошие показатели. Они там мультиплицировали с 10 плюс ускорение. В общем, все было прекрасно. И, собственно, о чем этот пример говорит? Что есть достаточно такие специфические кейсы, когда стандартные решения не подходят, их нельзя применять, потому что есть какая-то специфика конкретно в вашем случае. И всегда надо держать в голове, что не всегда то, что стандартно, то, что вот как бы всеми принято, всеми используется, подходит для вас. Возможно, это не так, но при этом есть и достаточно типовые кейсы. Ну вот, контрпример из максимума. Я, уходя, перешел в компанию Давида Яна. Это совершенно другой продукт. Он под он-премис установку. И там основной принцип был в том, чтобы обеспечить достаточно универсальность и возможность легко ставить вот такое легковесное решение в он-премис. Не буду сильно углубляться в историю, что это за проект. Если что, можете на сайт зайти посмотреть. Важно то, что эту штуку надо было стыковать с корпоративными системами. Нужно было, чтобы она была абсолютно соответствовала требованиям информационной безопасности, а заново сертифицировать какие-то решения, никакого желания, тем больше это ни кор задачи не было. Нужно было обеспечить управление ролями. Ну и в общем-то мы здесь выбрали довольно такое распространенное сейчас решение. И я думаю, много кто из вас именно пользуется. Это киклак. Это, собственно, пример обратный. То есть когда у вас специфики как таковой на уровне организации бесшовного доступа в рамках вашего сервиса, переноса данных между ними нет, цандартные решения работают хорошо. И как бы здесь придумывать какие-то экзотические варианты не нужно, достаточно просто взять то, что по сути доступно. Дальше нелегкое меня забросило в синюю компанию. И задача стояла там гораздо более широкая, связанная с проектированием экосистемы. Когда мы говорим об экосистеме, всегда нам нужно обеспечить некоторое единообразие пользовательского опыта. И, как правило, оно начинается с того, как, собственно, человек будет переходить между сервисами внутри. И первое, что на он приходит, это обязательно нужно делать некоторую такую федеративную систему, которая объединит хотя бы на уровне перехода между сервисами различные продукты. И в данном случае речь идет не только о продуктах отдельно взятой как бы компании или даже холдинга, а об разных компаниях, разных холдингах, у которых там совершенно разные профили нагрузки. И тогда мы стали смотреть на FSO как на бизнес. То есть вот как на цель и задачу создания некоторого нового решения на рынок. Вот в тот самый квадрат, который я на третьем слайде показывал. Вот если посмотреть на FSO как на бизнес, что он из себя представляет. У него есть достаточно такие банальные факторы. Зачем это нужно? Ну вот в первую очередь, зачем вы пользуетесь там Google, а не пытаетесь сделать свою авторизацию? Ну банально это дешевле. То есть не нужно там тратить деньги на разработку, не нужно тратить деньги на SMS. Пусть там Google на них тратит деньги. И как бы это удобно. Второй момент это повышение конверсии. То есть очевидно, если человек есть уже там один логин, пароль или одна учетная запись, особенно если это развитая система, можно уменьшить количество шагов, которые им надо пройти, ну и пропорционально повысить доходимость до целевого действия. Третий фактор это безусловно защита от фрода. Никто не отменял. Ну на самом деле самое главное это данные. Данные это фундамент. Он фундамент как для любой экосистемы, так и по большому счету фундамент для любой системы с точки зрения SSO. Ну то есть какие я имею в виду данные. Даже банально, какой это ваша аватарка, имя, способ обращаться. В идеале, если к этому еще вот такой длинный профиль прилагается, то с этим уже можно что-то делать. Можно таргетированно дать информацию. Я сейчас там расшифрую, что на схеме нарисованное, понятно, что тут не видно. И в общем-то, исходя из этого подхода, мы решили построить некоторую архитектуру авторизационную, которая вот все вот эти вот пункты решит. И в первую очередь, если говорить об сокращении затрат и повышению конверсии за счет сокращения требуемых действий, мы поставили себе задачу придумать схему, которая позволит в максимально возможном количестве случаев делать вход бесшованным. То есть переузнавать пользователя. При этом, чтобы решить задачу надежности, вот тут не очень видно, но вот на входе есть целый каскад систем, которые пропускают трафик, реагируют на сигнатуры, на DDoS, то есть все защищают и, собственно, изолируют слой API-шек через API-Gitway. То есть вот тут DDoS, тут стоит антифрод, и тут вот последний это API-Gitway. Это с точки зрения архитектуры. Собственно, в чем нашли? Нашли несколько прикольных решений, в которые можно пойти, помимо стандартных. Значит, первый из которых – это пришедшая вообще из сети история про сетевой профиль. То есть Wi-Fi, если вы, допустим, авторизуетесь через по современным стандартам с сертификатом, сети, вот этот вот сам HotSpot 2.0, у вас на телефоне сохраняется некоторый профиль, к которому можно получить доступ, зная, что это за профиль. И, соответственно, по его идентификатору, по факту его наличия, можно, соответственно, узнать, что это за пользователь, ну и, соответственно, дальше по костным признакам пытаться его реавторизовать. Второй фактор – это если у вас приложение имеет общего издателя, можно по этому фактору иметь общее хранилище ключей и из него определить. Наконец, если нет ничего такого, издательства разные, сетевого профиля нету, есть способ, который сейчас не входит в стандарты SSO, но очень активно развивается, и Facebook им пользуется, и VK, когда вы можете, если у вас есть якорное приложение, вы можете попытаться к нему через URL-схемы обратиться с мобильника или даже не с мобильника и попытаться узнать пользователя через него. Когда у вас нету такого приложения, возникает проблематика выбора, собственно, как понять, через чего можно человека реавторизовать, есть ли у него какие-то альтернативные приложения. И на этот счет мы сделали некоторую логику, как карусель, которая, собственно, перебирает от более вероятных к менее вероятным и пытается найти, собственно, тот самый, через который можно пользователю узнать. Самое классное то, что человек этого не видит до тех пор, пока система не узнает. То есть это выглядит, как такие миллисекундные задержки. Ну а дальше вот та самая интересная технология, про которую я хочу отдельно акцентировать внимание. Почему? Потому что она сейчас, на мой взгляд, недостаточно оценена. И это Mobile ID. Это штука, которая вот, это заход на рынок ССО со стороны мобильных операторов. Именно реализующий идею того, что оператор-то связи знает, кто вы такой. Потому что вы с ним и договор подписывали, и там паспортные данные у них ваши есть. И можно использовать для того, чтобы узнать, кто вы есть, механизм так называемых сетевых пушей. И Метели 2 очень активно балуется, но, правда, в основном в рекламных целях. И это, собственно, еще один ноу-хау, который в эту штуку втащили, и оно действительно существенно ускоряет процесс. То есть для примера пользовательского опыта, если именно такой метод используется, все, что вам нужно при авторизации в новом приложении, после открытия к вам всплывает сетевое пуш-уведомление, которое предлагает согласиться с темзин-сервис и сервисом. Прямо в сетевом пуше. Вы там просто ок нажимаете, и вот вы уже внутри. Класс. Один клик, никаких паролей, ничего не надо вводить, всплывает, нажал, и ты внутри. Это, собственно, идеальная картина мира, в которую мы шли, и, ну, собственно, там уже мои коллеги пришли. Но в начале я говорил, что есть еще альтернативные технологии, менее распространенные, но достаточно занятные, тоже из области сети. То есть что такое, как может, что может дать сеть, если вам нужно обеспечить доступ, кроме Mobile ID. Потому что Mobile ID все-таки обладает спецификой того, что это только сотовая связь, это только сотовый телефон, у нее должна быть сим-карта, а есть еще куча стационарных компьютеров или ноутбуков, с которыми тоже хотелось бы что-то сделать. Ну и, собственно, бытность, когда я работал в Максиме, родилась идея о том, что можно для этих целей использовать сам факт того, что вот устройство уже в сети находится, у него есть какой-то IP-адрес, и можно его физический идентификатор, знание о том, кто он такой, с оператора связи прокинуть до сервиса. Технологию эту назвали Real-Time Data Matching RTDM, такая запатентованная штука, в России права Максим принадлежат, но поскольку патент уже обозначен, не разрешили про это рассказать, поэтому расскажу. Идея супер банальная, то есть главная специфика, почему это нельзя делать без этого сервиса, в том, что между любым вашим продуктивным сервисом и клиентом находится какое-то количество NAT-ов, NAT-трансляций, то есть которые, с одной стороны, вот внутри их логики есть таблицы, которые позволяют сопоставить там порт, IP-адресы, все сетевые параметры пользователя, запросы пользователя, но вот вы со стороны сервис-провайдеров этого не видите. Но если добавить какой-то сервис внутрь, в периметр, который будет доступен пользователю без этих самых NAT-трансляций, то эта проблема решается. Собственно, в этом и есть суть идеи, в том, чтобы поставить некоторый сервис в периметре, к которому может обращаться пользователь через поддомен, пользователь за счет того, что на сайте или в приложении этот домен, естественно, будет запрашиваться и получать от него необходимые данные, записывать их в куки и дальше их распознавать. Собственно, на этом и построена идея. Ну и в завершение, как раз у нас тут тайминг подходит, расскажу некоторую интересную мысль, зачем, в общем-то, я решил, что надо прямо на массу эту тему рассказать. Ну, как вы поняли, есть у операторов связи вообще на уровне сети огромное количество технологий, возможностей, организации практически бесшовного и, в принципе, достаточно секьюрного механизма организации single sign-on. При этом исторически, все вы прекрасно знаете, Apple и Google с операторами связи очень активно борются. борются на флаге за приватность, по факту за монополизацию. При этом довольно большое распространение получают, ну, сейчас по своим специфическим признакам, но в целом VPN сервисы, которые по большому счету забирают данные операторов связи, поэтому они с этим пытаются бороться. Кроме того, сами вот эти вот WebSSO методы, которые пропагандируют крупные платформы, имеют очень много уязвимостей, то есть особенно в той части, которая связана с токенами. Кто вот из InfoBez'а знает, это один из основных вообще векторов атаки, в которой сейчас хакеры нацеливаются. При этом у операторов связи, у них есть, они подвержены изначально требованиям локального законодательства, не зарегулированы, они про вас уже кучу всего знают, и у меня до сих пор непонятно, почему с ними бороться с точки зрения каких-то мелких деталей, которые в общем плане несущественны. И, собственно, идея на вброс, на подумать, на пообсуждать, может вопросы как раз на эту тему будут. Собственно, почему операторам бы связи не выступить в новой роли, не предложить приватность данных от себя для пользователей? То есть стать таким медиатором между, попутно дав каждому из нас, как пользователям, инструмент для управления кому, чем и за что делиться, нам, с другой стороны, как сервис-провайдер, механизм легально получать достоверные данные, потому что в этом случае пользователь будет заинтересован, при этом не раскрывая суть, те данные, которые мы не хотим. То есть иметь возможность в любой момент отозвать все данные, потому что просто нету стабильного, нету идентификатора, через который можно было бы их потом промечить. Верю, что рано или поздно это произойдет. Ну а пока спасибо за внимание. Спасибо, Илья. Кто остается на вопрос, оставайтесь. Кто проголодался, жутко желает кушать, внизу на первом этаже, если что, обед до 3.30. И теперь вопросы зала. Здравствуйте, Тунин Антон и Натех. Расскажите, пожалуйста, еще раз про Mobile ID. Как там работает секьюрность в плане… Я вот рассказал свои паспортные данные оператору. Они, видимо, привязываются к симке. Я переставил симку в другой телефон. И типа вот как это будет работать? Ну, с симкой есть ваш паспорт с точки зрения пользователя, но есть нюанс, что когда вы переставили симку из одного телефона в другой, оператор это сразу видит. Прямо вот так, мгновенно. Ну, то есть я свой первый телефон должен как-то зарегистрировать еще у оператора? Нет, смысл примерно в следующем. Чтобы вы могли нормально пользоваться Mobile ID при входе, особенно если говорим про какие-то секьюрные приложения, вы хотя бы один раз должны пройти вот эту базовую аутентификацию. То есть, естественно, вас просто так вот переставили симку из одного телефона в другой, вас никто не пустит. Даже банковские приложения сейчас детектируют, они как бы… Ну, то есть я регистрирую как-то именно телефон… Они берут связку, да. Идентификатор телефона, идентификатор аккаунта, как правило, сам по себе IMEI телефона, то есть вся вот эта вот связка, она хранится как на некоторых хэш. Если что-то там меняется, то вас перепроверяют. Ну и в принципе у них есть время жизни. А несколько телефонов, там планшет, телефон, могу зарегистрировать. Ну, все точно так же. Смысл тот же. Да, можно. Все, спасибо. Спасибо. У нас онлайн пока нет вопросов, так что вопрос из зала. Дальше. Александр Треклеев, МКБ. Спасибо большое за доклад. Действительно, в сетевых темах там гораздо развитие все эти замысловатые механизмы. Спасибо за идею. Вот вопрос такой. Вот вы перечисляли различные фичи, которые в области ССО используются, но вот я не увидел какое-нибудь рассуждение про негошиэйшен механизм. Вот скажу, зачем, так сказать, ну непосредственно в банках это нужно. Например, такая ситуация сложилась сейчас в индустрии, что все open source Apache, например, продукты, там не знаю, да и не Apache, там какие-то Postgres, все работает на Kerberos, а все, что повыше, оно работает на том же OpenID. Ну и голубая мечта всех, что зашел пользователь и довести его с идентификацией вот прям до самого низа, до самой транзакции в базе, чтобы если там что произошло, все можно было вот. Но происходит это, понятно, не под учеткой пользователя, а с помощью, ну, того же негошиэйшен механизма, ну, когда его доводят. Да, и вот, собственно, что вы про эту всю историю скажете, потому что про все остальное вы очень интересно рассказали. Ну, тут, наверное, так скажу, у меня нет готового решения, которое бы мне удовлетворило, я бы сказал, что вы вообще хотели. В эту сторону. Тут есть дилемма некоторая, она опять же касается того, что вот в этом вот сверху вниз есть очень много зон ответственности, и не очень хочется, чтобы вот была какая-то сквозная возможность человека провязать снизу вверх, не давая возможность как-то вот каждому промежуточному участнику. А хотелось бы. Хотелось бы, но здесь как раз конфликт между той самой удобством и приватностью. То есть, если мы такую провязку сделаем, а идея такая ходила, то вы автоматически, ну, как бы делаете, делаете возможным достаточно серьезный трекинг на уровне пользовательских, пользовательского опыта вообще всех вместе. И это плохо, потому что это как раз нарушает некоторый сейчас общий тренд в плане того, что человек должен иметь возможность там контролировать свои данные, управлять ими хоть как, потому что, ну, это в общем глобально небезопасно. Соответственно, я думаю, тут будут возникать какие-то истории, касающиеся связанных между собой токенов, но не вот прям одного сквозного. Возможно, какие-то специфические имплементации, там смарт-контрактов из блокчейна появятся, но там пока нет технологий, которые настолько были бы быстрыми и как бы ресурсоэффективны, чтобы их можно было сюда применять вот массово. Но возможно, что-то из этой серии появится. В общем, сейчас пока короткий ответ такой. Наверное, в моменте я не вижу предпосылок, чтобы это было решено, слишком много противоречий. и технологическая база, кажется, пока не готова. А как вообще это перспективная задача в самом себе? Или это никому не нужно? Ну, как любая интересная задача, которая может улучшить как бы человеческий опыт, да, вот, можно ли ее решить реально, не знаю. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос. Привет. Вопрос у меня такой, то, что ты приглашаешь, а таки есть кейсы такой реализации где-нибудь в мире изучали, нет? Такое ССО через телефон. Через телефон? Через симку. Ну, вот, как раз Mobile ID теоретически в эту сторону идет, но там нет прям готового решения. То есть это, по сути, механизм, который операторы предлагают. Но оно пока не обладает всеми признаками ССО, чтобы прям вот стать стандартом. В мире нет. Ну, то есть, и надо сказать, что у нас, ну, российские операторы довольно далеко продвинулись в этом плане, несмотря на, там, может быть, изоляцию технологий. Мне кажется, что вот газпромовское решение, оно, скорее всего, станет, оно выбирает Mobile ID в себя и, наверное, в какой-то момент даст вот такой уровень. Вот эта вот штука, то, что через WeChat в Китае они-то могут тоже сосошиться похоже. там есть WeChat. Ну, да. Тут как бы это, просто вот мы не идем в сторону WeChat, у нас нет такого супер-якоря. И изначально, когда встал вопрос, а что делать там с экосистемой Газпрома, в принципе, ну, мы исключили идею делать там какой-то супер-супер-пуперат. Мы пошли по идее сделать какую-то платформу, модель, на которой можно было бы объединить разных игроков и каждому из них дать какой-то от этого бонус, при этом попутно дав человеку некоторое единообразие пользовательского опыта, более быстрые там переходы, то есть вот этот у нас фокус был на переходы между сервисами, что все должно быть бесшовно и, естественно, для человека. Вот, соответственно, это изначально парадигма не супер-аповская, поэтому мы туда не шли. Ну и, в общем-то, на мой взгляд, предпосылок даже сейчас в России нет тому, чтобы какой-то супер-ап прям занял доминирующую позицию, а значит, эта конфигурация, она, наверное, не даст прям такого всплеска, как хотелось бы. Спасибо. Я смотрю, у нас зал остался самые голодные на знания. Давай следующий вопрос в зале. Добрый день, Илья, спасибо за ваш доклад. У меня такой вопрос, наверное, немножко характера подискутировать, да, на ваш выброс, о том, что, вброс, о том, что, почему бы не сделать ССО через оператора только, да. Один из вариантов, который я бы хотела предложить, как тогда будет оператор решать задачу, если нужно в себе агрегировать не только пользователей, допустим, одной страны, но и разных стран. Это раз, то есть, это межконтинентальные партнерские отношения должны быть налажены, насколько это реализуемо, да, и второй вариант, да, когда пользователь меняет оператора. То есть, это на одном континенте, в одной стране должны быть очень хорошие дружественные отношения между операторами. Смотрите, значит, первый момент, ну, давайте сразу вспомним о том, что существует понятие роуминга. То есть, вы же сейчас берете свой телефон, едете даже сейчас, несмотря на всю текущую ситуацию, там, в любую страну мира практически, и у вас там будет сотовая сеть работать, потому что есть роуминговые отношения. По сути, что это значит? Это уже означает, что один оператор другому передает некоторые данные о вас. Иначе вы там не сможете зарегистрироваться в сети, и этот фактор уже работает. Вопрос, сколько он там данных передает, разные конфигурации, но передает это просто как факт. Значит, инфраструктура для этого уже есть. Тот же самый, вот, Wi-Fi на история про open roaming примерно про то же самое. То есть, там федеративные центры по там Federation Identity Centers там есть, где, собственно, агрегируются и между которыми происходит обмен данными хэшей профилей пользователя. То есть, этот механизм уже есть. И если говорить внутри страны, то примерно так же он и работает. То есть, есть межоператорские отношения, которые в принципе позволяют ну какие-то данные, тут надо понимать, что речь идет не о том, что если вы от одного оператора к другому перешлили, в роман переехали, то все, что было у оператора, он там слил своему партнеру. Нет, так естественно не работает. Но мы не говорим, что Single Sign-On должен вам сразу решить историю, связанную с обменом всем возможным набором данных. Это все-таки данные, это следствие. То есть, если вы можете сопоставить человека здесь и здесь, то имея общее пространство идентификаторов, вы можете уже договориться на какой-то обмен данных между собой. Вот в этом плане эта история вполне себе жизнеспособна. Single Sign-On построить даже на том небольшом обмене, но он сейчас есть. Вот как бы пример роуминг сотовой связи или роуминг… Ну то есть со своей стороны добавлю, что нельзя сказать, что в данном случае Mobile ID решит полностью на 100% задачу ССО и, наверное, все-таки не стоит отказываться от существующих принципов работы с ССО и с ними в комплексе. Она не работает, да, уже? Ну ладно, в общем, там несколько слайдов назад, когда я описывал последовательность механизмов в ГИДе, которую мы выбирали, она как раз про это и говорит, что… А, включили, да? Тык, тык, тык. Во. Смотрите, здесь есть вот некоторая последовательность, вот это все последовательность, она вот срабатывает раз, два, три, четыре, пять. То есть сначала сервис пытается увидеть, а есть ли тут профиль. Почему? Потому что первые вот два пункта, вот этот вот, и второй, и третий, они все локальные. То есть можно попытаться понять, что там за человек, вообще без разницы, где ты находишься. То есть какой бы ты сети не был подключен, ты вот прямо на уровне самого устройства можешь попытаться узнать, что ты это ты. Вот. Эта штука начинает работать только когда вот все предыдущие. Почему? Потому что она тоже не является универсальной. Ну вот, то есть частный пример, если вы даже с этой вот историей будете подключаться, например, через Wi-Fi в автономном режиме, то, естественно, оператор связи вас как бы не знаю, кто вы такой. Спасибо. И второй вопрос у меня. Ваше мнение по поводу Киклока? Мнение по поводу кого? О продукции Киклок. Как бы вы его оценили? Ну, мне понравилось. То есть для той цели, которая была, решение подходило. У него есть там свои как бы дырочки, про которые, ну и комьюнити знает, но в целом подходящие. Единственное, что оно тоже это Java-based. Я такой евангелист Go-решений, но на Go пока такого уровня функционала нет, поэтому я вот для таких он-премиус истории, наверное, это идеально пока. Спасибо. Пожалуйста. Илья, добрый день. Привет. Алексей, компания Rux. Мы около 10 лет занимаемся как раз вот такой историей по созданию аутентификации для клиентов. Доклад сегодня будет тоже. Отлично. Вот, хотел. Такой спросить, смотрите, вот мы за протяжение нашей там работы компании, мы видели много попыток сделать такой общий ID для компаний. Этим занимались операторы, ну большая четверка этим занималась вся. Все, которые там топ-н компаний туда ходили. Этим, собственно, Сбер, и сейчас банковская отрасль этим занимается. И вообще говоря, есть ЕСИА, и большой игрок в виде государства. Как собираетесь конкурировать с ними? Ну, я сейчас не собираюсь, потому что я там вот в этой части непосредственно уже не работаю. Вот, а вообще это очень хороший момент. Вот, спасибо за вопрос. Да, действительно, точка конкуренции здесь, есть еще третий игрок. Третий игрок вот здесь, да, то есть здесь я говорю, типа операторы versus платформы, есть еще государство. Вот, безусловно. И у государства есть некоторая монополия на данные. целый ряд данных они очень жестко контролируют, и их по большому счету ни у кого нет. Вот, но, ну, не знаю, я как-то верю в то, что решение не может быть одно все-таки и у каждого будет своя специфика, потому что применять или не применять ту или иную платформу для ССО все-таки принимает решение в конечном счете там человек или компания. И вот я не уверен, что все так радостно побегут пользоваться ESEA. Радостно-нерадостно. Если, конечно, ну, то есть нерадостно может быть, но если будет альтернатива, она будет как-то разбалансирован. Поэтому я считаю, что в этом смысл всегда есть. Кроме того, надо вот не забывать о заданном вопросе о трансграничных историях, которые в принципе, ну, как бы у государства есть границы. Раз так, значит всегда какие-то более универсальные решения будут иметь потенциально большую аудиторию. Да, спасибо. Всем спасибо. Может быть, еще вопрос? Или уже поблагодарим университет? Ну, все тогда. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ